Бобруйск арене не впервые принимает турниры высокого уровня. КХЛ, молодежная лига, чемпионат мира. Опыт большой. Очередной спортивный форум – это вклад в будущее всего отечественного хоккея. Золотая шайба на призы президента Беларуси. 10-13 марта на льду спорткомплекса рубились ребята не старше 13-ти. Одержав победы на всех стадиях, в финал турнира вышли две столичные команды – «Локомотив» и «Торнадо». Железнодорожники с первых минут начали прижимать соперников к собственным воротам. Как итог – три забитые шайбы к первому перерыву, унесенные ветром же только один раз, заставили капитулировать Кипера Лока. Второй и третий периоды ничем не отличались. «Локомотив» давил, «Торнадо» отбивалось. Итоговые цифры на табло – 9-1 в пользу первых. Железнодорожники – чемпионы золотой шайбы 20-21. Для «Локомотива» это первый серьезный турнир. Стать золотым позволила дисциплина, отметил главный тренер Денис Васильченко. Несмотря на неприличный счет перед финальным периодом, коуч мячам призывал своих ребят не расслабляться. «Получить удовольствие, поиграть в свое удовольствие, без нарушений, без грязи, не идти на провокации со стороны соперника, какие бы они ни были, а закончить достойно финальный матч». В элитной подгруппе приняли участие 7 сильнейших команд со всей Беларуси. Обязательные условия – ребята не должны заниматься хоккеем с Дюшор. «Результат – это вторичен. Самый главный результат – это выступление, это нахождение на таких важных соревнованиях и будущее, перспектива». Турнирные страсти позади. Награждение призеров и победителей – самая долгожданная часть спортивного праздника. Серебряные медали достались Минскому Торнадо. Бронза уезжает в Брест, но Кубок чемпионов – у Локомотива. Организаторы уверяют – проигравшим главное не сдаваться, ведь будущее за теми, кто верит в свою мечту. Трус не играет в хоккей. «Стурный бой ведет ледовая дружина, Мы верим мужеству отчаянных парней, В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей». Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.